Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала Магия Успеха, Второе Самопознание. С вами Наталья. Предлагаю сегодня вновь окунуться в мысли вашего загаданного человека. Посмотрим, думает ли, вспоминает ли о вас. Может, что-то хочет сказать. Посмотрим сегодня этот вопрос. Сейчас, пожалуйста, сконцентрируйтесь на том человеке, который вам, конечно же, интересен. Представьте его. Поэтому произнесите имя, дату рождения. Руки и ноги, пожалуйста, не скрещивайте. Давайте с вами будем смотреть, кто сегодня к нам пришел, какой мужчина. Что это за человек? Что за мужчина к нам сегодня пришел на расклад? Какое? Ну, человек расстроен на самом деле. Какие-то разочарования, душевные переживания. А что случилось? Почему? Почему? Было принято некое решение, возможно, им самим, возможно, каким-то другим человеком. То есть, что-то неизбежное в его жизни сегодня, прям в каких-то холодных энергиях, на самом деле, находится ваш загаданный человек. А чего это будет больше касаться? Давайте посмотрим. Ну, смотрите, скорее всего, он не удовлетворился в исполнении своих собственных желаний. Возможно, человек хотел некого праздника, не получилось. Либо этот праздник нанес ему очень большой удар, и из-за этого человек на сегодняшний день как-то чувствует себя не совсем здоровым, честно говоря. Может, здесь не для всех, конечно, проиграется, но для части аудитории возможно и такое, что может быть сердечное какое-то недомогание, да? Что-то у человека со здоровьем действительно не все хорошо. Если мы же не затрагиваем именно сторону здоровья, то в любом случае у человека здесь идут некие разочарования, и он это, знаете, с таким надрывом все это перерабатывает, перемалывает, передумывает. Но, честно говоря, что-то пошло не так, так, как, допустим, он планировал. Какие-то планы его не сбылись, мечтания, желания, смотря что человек вас желал, конечно же. Давайте посмотрим вообще, какой он как мужчина, чтобы вы точно понимали, о нем идет речь или нет. Однозначно человек очень активный, человек позитивный, человек душа компании, можно сказать. Человек, который постоянно рвется в бой, чего-то хочет нового достигать, изучать. Человек может, как говорится, как бомбан с головой, потому что в нем бурлит, кипит кровь, активности, будоражит его. Я за все за новое. Я хочу это, я хочу то, я хочу пятое, я хочу десятое. Возможно, человек младше вас, но это не обязательно, даже если ему, допустим, будет, я не знаю, там много лет, шестьдесят плюс, как говорится, да. В душе он все равно будет таким неким мальчишкой, балагуром, честно говоря. Но однозначно, знаете, у него все равно есть такой настрой. Я могу, я делаю. Пытается, конечно, соответствовать своим словам, своим обещаниям, которые он дает, возможно, себе, другим людям, старается выполнять, но иногда это может у него сходить на нет. Еще какой он, как мужчина, ну, немножечко он такой, как ребячливый, честно говоря. Возможно, не сразу принимает некие решения, он может успевать одновременно делать несколько вещей, он активен, он быстро может передвигаться, он старается, как говорится, угодить и нашим, и вашим. Здесь какой-то такой, знаете, немножечко даже как приспособленец, я могу сказать, ну, такой верткий, юркий, да. Неважно даже, какие у него габариты, может быть, это и такой большой дядечка будет, но, тем не менее, все равно, это ему не мешает, чтобы быть в активной фазе. То есть, знаете, как на некой волне такой. А еще, знаете, такое ощущение, вот подует ветер, все, он туда полетел, подул в другой, то есть, направление ветра поменялось, и человек уже раз, курс, направил совсем в другое. Нету какой-то постоянности. Он пытается к этому прийти, но у него не очень хорошо получается. Также человек здесь, опять, не для всех, человек может, как говорится, быть в семье, и помимо семьи у него может быть еще другие какие-то связи. То есть, он может, как говорится, жить на два фронта, но это не обязательно. Он может жить на два фронта, у него, может быть, две работы, да, он как-то совмещает. Вот здесь вот тоже будет очень хорошо подходить, да. Как-то на характеристика сегодня выходит на вашего загаданного человека. Смотрите, человек не совсем серьезен. То есть, он все равно, вроде бы, с виду может казаться таким серьезным человеком по жезлам, да. Но в то же время этот человек немного себя ведет, ну реально, по-детски. Он может рисковать. Знаете, ему предложили какую-то идею фикс, он ее может подхватить. Да, да, я готов. И, как говорится, как в омут с головою. Возможно, человек любит постоянно создавать себе такие жизненные ситуации, где нужно проходить некое обнуление. То есть, чуть ли не начинать свою жизнь заново. То есть, у этого человека может быть несколько браков, да, несколько работ. Вот, он может здесь, кстати, ну как вам так помягче сказать, пренебрегать друзьями. У него, возможно, не будет какого-то постоянного друга. Может быть, какой-то один есть друг детства. Ну как-то вот он меняет такое ощущение, постоянно такой свой круг, близкий круг. У него может быть в этом некая проблема. То ли человек не может найти подход, да, к людям. Скорее всего, да, потому что выходит немножко, конечно, человек, который эгоцентричный. То есть, он старается делать все для себя любимого, честно говоря. И, вот знаете, исходя из того, что уже вышло, я могу уже предположить тот момент, что он, скорее всего, воспользовался кем-то. По крайней мере, хотел воспользоваться кем-то. И чтобы удовлетворить какие-то свои желания, опять-таки, да. Но ему в данном случае чуть-чуть не повезло. Это как один из вариантов. Ему не повезло, и, естественно, он был расстроен. Здесь также может проходить такой момент. Пришло некое осознание по поводу какой-то жизненно важной ситуации. Это могло быть предательство. Это могла быть какая-то не очень хорошая ситуация, связанная, допустим, с родными, с близкими. Не говорю, не хочу ничего сказать плохого. Но, понимаете, когда мы заходим вот в эту тройку мечей, это говорит о том, что мы кого-то потеряли, понимаете. Либо мы с кем-то сильно поругались. И на сегодняшний день он переживает, вот прям душой, сердцем переживает за некую ситуацию. У него есть осознание, что действительно, может быть, он не той дорогой пошел, не с теми людьми поговорил. Ну, какой-то вот такой, где-то смолодушничал, понимаете. Рискнул не там, где надо было. Пошел на поводу своих желаний, у своих эмоций. И, возможно, из-за этого человек как-то здесь, конечно, далеко не выигрышем. Давайте посмотрим, какие у вас отношения на сегодняшний день, какие у вас отношения, что между вами происходит, что происходит между мужчиной и той женщиной, которая смотрит сегодня расклад. Что между вами? Здесь есть некая невозможность встреч, здесь идет закрытость, молчание, возможно, и молчание, это может уже длительный период проходить, еще посмотрим. Скорее всего, здесь женщина вышла из отношений. И, конечно же, может и выйти загаданный вами человек из отношений, но мне больше все равно идет, что женщина, потому что у него на сегодняшний день, опять-таки, повторюсь, есть некое осознание, что, смотрите, как интересно падает, да, вот здесь вот двойка Пентакли, она все равно указывает на то, что человек, как говорится, и вашим, и нашим. И, скорее всего, девушка, женщина, которая смотрит данный расклад, скорее всего, вы не захотели быть как бы на вторых ролях, и поэтому вы вышли из отношений, и создалась некая молчанка, что-то неприятное. На самом деле, вот вам было из этих отношений тяжело выходить, потому что вы все равно прикипели к этому человеку, все равно есть понимание, что он для меня в какой-то степени родной человек, потому что у нас было с ним очень много во всего, это и приятные встречи, это и какие-то очень искрометные минуты, дни, которые, ну, остаются в памяти, как правило, на очень длительный период. Несмотря на все это, вы просто развернулись и ушли, потому что, ну, вы устали, вы действительно устали от, возможно, вот этого балагурного отношения к себе, вот именно девочки к вам. Что еще на сегодняшний день между вами? Да, однозначно, здесь императрица, то есть, девочки, это вы, вы развернулись и ушли. Вы просто не стали терпеть поведение вот этого мальчиша-плохиша, могу даже так сказать. Я не говорю, что он какой-то там совсем плохой, нехороший, нет, но, скорее всего, его поведение, самолюбие вот к себе, оно превыше, чем, допустим, как-то порадовать вас. Как-то уделять вам больше внимания, потому что все равно по восьмерке мечей здесь, конечно же, присутствует некое недопонимание, переживания, страхи за то, что вообще, а что будет дальше. Также здесь может пройти такой момент, что какой-то некий фактор, третий, кстати, фактор, он мог вторгнуться в ваши отношения. И волей-неволей пришлось кому-то из этих отношений уйти, понимаете? Здесь третьим фактором может быть абсолютно все, что угодно. Это может быть и работа. Те же самые, допустим, командировки длительные, отъезды вообще непонятно на какой период времени. Здесь может быть выбор между друзьями и вами, допустим. Человек выбирает, допустим, такую более легкую жизнь. То есть человек немножко несерьезно здесь идет. Человек больше идет как поверхностный человек. То есть ответственности в любом случае человек не берет. Также здесь может быть вмешательство какого-то некого третьего фактора. Это, конечно же, треугольники и четырехугольники. То есть вы, к сожалению, в этих отношениях не одни. А точно есть здесь кто-то еще, как говорится, лишний. Если вы себя узнали в вашу ситуацию, тогда давайте продолжим. Думал ли, вспоминал ли сегодня о вас загаданный вами человек? Какие у него сегодня мысли? Есть ли вообще мысли? Вспоминает, думает. Бинго! Сразу туз-чаш. Девочки, однозначно вспоминает. И он вспоминает вас с любовью, с нежностью, с трепетом. Еще. И понимает, что вот эта любовь на сегодняшний день, она... Ну все, ее больше нет. И то, что сейчас происходит с вашим загаданным человеком, на самом деле, ему тоже не сладко. Он тоже очень сильно переживает. Мы сразу видели энергетику, да? Тройка мечей, еще и туз мечей. То есть это, возможно, даже такая вот как скованность, понимаете? Как вот его сковали в тиски. И ему, конечно же, сейчас тяжело, возможно, даже двигаться. Вот его какая-то шальная такая вот жизнь, будем говорить, балагурная жизнь, она такое ощущение сейчас в некой стадии остановки. Она приостановилась, она не двигается. Потому что человек не получает вот эту девятку чаш. Он не наполняется, понимаете? Нету любви. Что еще о вас думает загаданный человек? Ух! Девочки, ну что он вас любит? Он понимает... Еще раз повторюсь, да? Говорил по тузу мечей. Однозначно идет некое осознание той ситуации, в которой он оказался, да? И к нему в сегодняшнем дне приходит осознание того, что действительно человек вас любит. Человек вам испытывает очень теплые, нежные эмоции. Как сам вышел король чаш. Этот человек, конечно же, ну, исходя из того, что раньше мы увидели, какие карты, да? Здесь человек, ну, может, честно говоря, немножко девушкам навешать лапши на уши. То есть он умеет красиво говорить. Но, знаете, это признание такое, да? И когда девушке дарит комплименты, понимаете, король чаш в это верит. Нет, это не то, вот я пока здесь не вижу, это не то, что человек там как-то обманывает вас, обманывает себя, обманывает. Нет, здесь человек все равно, если он говорит, что вы самая красивая, значит, вы действительно для него самая красивая. Там, вы лучше из лучших, значит, так оно и есть, вы лучше из лучших. Если, допустим, говорит, ну, какие-то такие, допустим, ты очень вкусно готовишь, я вот прям, мне очень нравится там чуть ли не кушать с твоих рук, девочки, это будет все как бы искренне, понимаете? Вот есть некая искренность. Конечно же, человек, король чаш, он умеет любить, он умеет ухаживать, он галантен. В нем есть такая, ну, ну, вот умеет девушку зацепить какой-то вот чувственной нежностью, некой своей, понимаете, затронуть за тонкие струны души. Вот он умеет. Почему? Ну, потому что ему очень важно, чтобы он испытывал те же эмоции, которые он может дать другому человеку. Для него очень важно, чтобы его любили. Вот этому королю очень важно, чтобы его любили, чтобы он прям ощущал на своем, как говорится, теле и там в душе понимал, что да, вот эта женщина, действительно, она от меня без ума. Для него это будет очень важно, кардинально важно. Но еще раз повторюсь, человек осознает на сегодняшний день, что те чувства, которые были между вами, вот этот наполненный чаш эликсира любви, он, к сожалению, на сегодняшний день умирает. Нет этого состояния между вами. И он также осознает, что, знаете, такое ощущение, что с каждым днем, чем больше вы не общаетесь, тем больше человек начинает осознавать, что он вас любит. И эти чувства растут с каждым днем все больше, больше и больше. Хорошо. Какая вы сегодня в его глазах? Давайте зададим такой вопрос. Какая вы сегодня в его глазах? Какая вы сегодня? Он вас видит спокойной, умиротворенной. Женщина, которая пытается сгладить некие конфликты. Вы не идете на какую-то борьбу, возможно, даже с ними. Такое ощущение, что вы ушли в тишину, понимаете? Вы ушли в некую тишину. Но дело в том, что однозначно он вас разглядел не просто какого-то спокойного человека, который действительно может не доводить до неких конфликтов. Он все равно вас разглядел очень сильного человека. Он разглядел в вас человека, который будет отстаивать свое какое-то мироощущение. Вы будете отстаивать свои собственные границы, понимаете? Вы очень сильное духом. Это он вас увидел. И смотрите, также он видит вас сегодня такой женщиной, которая, несмотря на вашу какую-то расслабленность, может быть, да, несмотря на ваше какое-то умиротворение, он видит в вас, что вы женщина огонь. И вы можете разрушать вот этим своим спокойствием, понимаете? Еще раз повторюсь, скорее всего, в ваших отношениях на сегодняшний день нет никакой активности. Тишина, полнейшая тишина по умеренности. Это такое некое безразличие, могу сказать, да, безразличие к происходящему. Вот вы издаете сейчас такое, ну, как бы, транслируете в мир, вот именно какое-то свое внутреннее состояние, не безразлично. И вот этим вашим безразличием вы еще больше вступаете в некую борьбу с загаданным человеком, тем самым вы еще больше его разрушаете. Видите, башня, и тут король, король кубков, вы его разрушаете. То есть он видит вас на сегодняшний день, что вы его разрушаете, как мужчину. И особо вы усилий-то не прилагаете, вы просто молчите, понимаете? И это дает такой колоссальный эффект. Негативный, конечно, но, тем не менее, это все равно, это некий итог, что происходит с загаданным человеком на сегодняшний день. Также, какой он вас видит? Вы та женщина, которая, возможно, даже какой-то как ангел-хранитель для него. Возможно, вы как-то его оберегали. Вы, возможно, ему давали такие советы по императрице запросто. Вы могли давать очень умные советы, очень мудрые советы, чтобы, допустим, ну, например, да, направо не ходи, налево ходи, да, ну и так далее. То есть, возможно, действительно, вы его даже как-то направляли. То есть вы его оберегали от каких-то ситуаций, от каких-то, допустим, неприятностей. Но здесь не больше идет, конечно, человек. Он увидел вас, знаете, такое ощущение, как не женщину-женщину, да, а как вот заботливую маму. Возможно, ему в детстве не хватило вот этой вот материнской нежности, ласки, любви. И вот он вас это увидел. И, конечно же, сейчас ему очень больно. Но, представляете, когда по каким-либо жизненным обстоятельствам ребенок лишается матери, то, естественно, для него это вообще катастрофа. И вот у него сейчас ровно такое же состояние. Ему действительно чуть ли не сносит крышу от того, что вообще происходит с ним из-за вас на сегодняшний день. Из-за вас на сегодняшний день. Давайте зададим вопрос еще. Что еще думает о вас загаданный человек сегодня? Что еще думает о вас загаданный человек сегодня? Что еще думает? Ну, что вы, солнышко. Что вы, ясное для него, солнышко. Что с вами праздник. Что с вами радость, счастье, наполнение, исполнение всех желаний. Понимаете? Вот с вами легко, по-детски, непринужденно. По-детски, непринужденно. Что еще? Да, и что эти отношения уходят в декое прошлое. Да. Уходят в некое прошлое. Он сидит во воспоминаниях, как было хорошо, как было прекрасно. Посмотрите, человек, знаете, такое ощущение, что он ожидает, чтобы это прошлое вернулось в его жизнь вновь по семерке Пентакли. Смотрите, как интересно. Сегодня человек однозначно вспоминает какие-то ваши яркие встречи. Возможно, когда вы только-только познакомились, да, вот начинался у вас, будем говорить, конфетно-букетный период. У него сегодня эти воспоминания очень яркие. И ему, конечно же, хотелось это все восполнить, как бы восстановить, окунуться обратно туда. И человек в ожидании. Сегодня, завтра, послезавтра я знаю, что это обратно все будет. Вот знаете, вот у него сегодня такой какой-то внутренний даже трепет в его душе. Это все перемешано, понимаете, вот с такой болью, с раной, с кровоточащей раной, с сердечной кровоточащей раной. И в то же время есть какая-то нега, успокоение, наполнение счастья и радости. Вот представляете, вот такой, я даже не знаю, как это, коктейль какой-то, да, безумный коктейль на самом деле. Ну, коктейль это, понимаете, это я образно говорю. Но это что-то такое необъяснимое и несопоставимое на самом деле. Несопоставимое. Поэтому, возможно, его сегодня так сильно и разрывает тут башни, туз мечей, тройка мечей. И боль, и счастье одновременно, понимаете, как? Что еще думает о вас загаданный человек? Что еще думает о вас сегодня загаданный вами человек? Что еще думает? Посмотрим, да, что еще думает. А знаете еще, что он думает? Что работы у него не ладится. Какие-то его проекты в гору не идут. Ему очень тяжело. Во-первых, он завалил себя большим количеством работы. Скорее всего, для того, чтобы как бы не думать о вас. Но это невозможно, понимаете. Вы идете, проходите в данном раскладе, как императрица, об этой женщине. Думать невозможно. Она всегда будет в голове. Это очень значимо. Аркан вообще в картах втором. И где-то его это начинает уже конкретно злить. Вот еще раз повторюсь, да. Вот смотрите, вот мы нашли некий ответ, да. Вот это сочетание боли и вот это сочетание любви к вам, оно сейчас перемешивается и превращается в какой-то такой сгусток негатива, который его сейчас действительно сжирает изнутри. Честно говоря, не позавидуешь. Это состояние не очень хорошее. Врагу такого, конечно, не пожелаешь. Его действительно, его разрывает. Еще и на дне колоды дьявол. Ну все, как говорится, приехали. Во-первых, его безумно к вам тянет на физике. Понимаете, он от вас зависим. Вы тоже будете еще от него в зависимости. Если вам кажется, что вы как бы от человека, ну как бы отстранились, ушли, и как бы все, как говорится, все мосты сожжены. Нет, девочки, не сожжены. Если были бы сожжены, вы бы не смотрели эти расклады. Нет, у вас это тоже все, вы тоже это все проживаете. Возможно, сейчас вы проживаете уже не так ярко. Но я больше чем уверена, у вас примерно такое же душевное состояние было. А может быть, оно и сейчас есть. Напишите, пожалуйста. Лучше выговорить сейчас. Лучше очистить немножко свою душу. Если вы хотите поплакать, поплачьте. Оно немножко становится легче. В себе это не держите. Потому что, когда мы держим в себе вот эту обиду, возможно, что-то невысказанное, недосказанное, это будет нас изнутри кушать. И наши внутренние органы, если вы вообще чувствуете свое тело, отчетливо чувствуете свое тело, то вы уже понимаете, что у вас где-то там начинают покалывать, тут где-то неправильно. Головные боли могут быть частыми. Здесь большой спектр может быть. У каждого все индивидуально. Но однозначно постарайтесь выговориться. Хоть кому, неважно. Хоть, я не знаю, посадите, хоть подушки выговоритесь. Неважно. Главное, чтобы вы это все выплеснули. Не держите в себе вот это все обиды, вот эти привязки. Надо это все выговорить, высказать. И с каждым разом у вас будет чуть-чуть, но легче. Чуть-чуть, но легче. Так что вот так вот, девочки. На самом деле вашего мужчину сегодня очень сильно штормит. И в хорошую, и в плохую сторону. И вообще по итогу он от вас зависим. Это, знаете, какой-то вот ваша связь, ваша встреча, ваше объединение, ваших душ. Это некий злой урок судьбы. Понимаете? Но это надо прожить. Это просто надо прожить, пережить. И все-таки для себя понять, что мне дали эти отношения. В чем мне помог разобраться этот человек. Когда вы будете задавать себе правильные вопросы, поверьте, вы тогда намного быстрее будете выходить из этого состояния зависимости от этого человека. Я сейчас это говорю. Возможно, эта информация не для всех. Кто захочет, девочки, тот услышит. Кому это нужно, это услышит. Давайте посмотрим, что бы хотел вам сегодня сказать загаданный человек, положа руку на сердце, как говорится. Что бы хотел вам сказать сегодня загаданный вами человек? Что бы он хотел вам сегодня сказать? У меня к тебе страсть. У меня к тебе агония. Да. Я понимаю, что ты для меня женщина судьбоносная. Я понимаю, что я в тебя влюблен. Я хочу тебе об этом сказать. Я хочу тебе написать. Я хочу к тебе двигаться. Я хочу к тебе двигаться. На дне колоды император. Девочки, смотрите. Если, допустим, это ваш супруг, то примирение будет. Он все-таки возьмет на себя ответственность за вас. И он сделает все возможное и невозможное для того, чтобы с вами вновь как-то попытаться примириться. Здесь даже, знаете, будет зависеть больше не от него, а его высшие силы будут подталкивать к вам. Здесь вряд ли, наверное, даже от него будет что-то зависеть. То есть высшие силы, понимаете, уже, скорее всего, для вас, для вас в пространстве создались такие ситуации, которые выведут вас на некое примирение. Может быть, вы будете… Самое главное, чтобы вы были в добром расположении духа, не негатив, потому что если вы будете в таком состоянии, то если действительно вам человек этот дорог, то вряд ли тогда вам удастся с ним примириться. Поэтому вам нужно как можно быстрее выходить вот в это состояние вот этого умиротворения, спокойствия по аркану умеренность, да, сглаживать вот эти все острые углы. Это не говорит… Я не говорю сейчас о том, что вы должны как-то, я не знаю, подчиняться мужчине, либо еще что-то, идти у него на поводу. Нет. Но и не накалять обстановку. Вот накалять обстановку не надо. Вы умеете. Вы очень мудрая по императрице. Девочки, посмотрите, какая вы здесь красивая. Вы вообще обожаю эту колоду, аркану. Классная. Вы пара, понимаете, император и императрица. Вот вы пара. Смотрите, какие вы красавцы. Вы смотрите друг на друга. Я специально так положила карты, чтобы вы смотрели друг на друга. Я желаю вам, чтобы ваш союз, он все-таки задышал как-то новый, чтобы в ваших отношениях был новый виток. Понимаете? Задышали полной грудью. И чтобы вы были счастливы, потому что ваши отношения очень судьбоносны. От дьявола, конечно, уходить надо. Это для тех, кто в браке. Если же вы не находитесь в браке с этим загаданным человеком, то я здесь могу сказать, что, скорее всего, загаданный вами человек, он может оставаться там, где он остается. То есть, да, у него есть к вам некая влюбленность. Да, он вас будет безумно желать, да, потому что у него к вам есть безумная страсть, как к женщине. Безумная страсть. Но он все равно, он император. Он занят. Он вам, возможно, напишет. Он, возможно, вам позвонит. И опять-таки, вот этот звонок, девочки, возможно, вам даст некую подсказку. Возможно, даже данный расклад для вас даст некую подсказку, как вам дальше быть, как вам дальше действовать по отношению к этому человеку. Да, бесспорно, у него есть заинтересованность в вас. Но, к сожалению, он как был императором, так он останется. То есть, он будет принадлежать совершенно другой женщине. Кого-то, наверное, порадовало, кого-то огорчило. Но лучше, как говорится, горькая правда, чем сладкая ложь. Благодарю вас, что досмотрели данный расклад до конца. Да, пожалуйста, пишите в комментариях, как с вами проигрывается, как резонирует. Пишите, девочки, не стесняйтесь, поддерживайте друг друга. Пишите комментарии под теми комментариями, которые вы читаете. Поддержка – это прежде всего, это очень важно, это очень… Ну, на самом деле, это нас вдохновляет, помогает нам быть более уверенными в себе. Это очень классная поддержка для всех нас. Если у вас какие-то есть сложные ситуации в жизни, вы не понимаете, к чему все идет, конечно же, вы можете обратиться ко мне уже за личной консультацией. Все контакты вы найдете внизу в описании под видео. Также присоединяйтесь к моему дополнительному телеграм-каналу, где вы найдете много дополнительной и нужной, самое главное, нужной информации именно по саморазвитию. Подсказки на каждый день, настрой и так далее. Для хорошего настроения. Я с вами надолго не прощаюсь. От всей души благодарю всех тех, кто подписывается на мой канал, кто ставит лайки, пишет комментарии. У меня цель, чтобы до Нового года у меня подписчиков стало ровно 6 тысяч человек. Я надеюсь, мы к этому придем с вашей помощью. Чем больше вы будете ставить лайков, тем больше людей тоже захотят присоединиться к моему каналу. Я вас всех обожаю, обнимаю. До новых встреч, до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok